Братцы, спасибо вам за славный парад! Спасибо, братцы, вам за отличное учение! Сейчас, в России, возникает большая борьба между диктатурами и людьми, которые хотят восстановить свободу и индивидуальную свободу. Сущность ее, привлекающая к себе рабочих в каждой стране все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли. Товарищи Красноармейцы Краснохлодцы, командиры политработных, партизаны и партизанки, на вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничею горды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под игру немецкой тиранией, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу должность. Будьте же достойны этой миссии. Товарищи, Период, прошедший со времени 18-го съезда партии, насыщен событиями всемирно-исторического значения. Вторая мировая война потрясла до основания жизнь многих народов и государств и изменила лицо мира. Подготовленная силами международной империалистической реакции и развязанной на востоке милитаристской Японии, а на западе гитлеровской Германии, война спутала расчеты ее вдохновителей и благодаря героической борьбе советского народа. Это только лишь подтверждает неоднократные наши заявления и указания, что канцлер Аденауэр – это человек, который совершенно выжил из ума. Потому что ни один здравомыслящий человек не может одобрять в наше время ракетные и атомные техники, нарушать суверенитет государств, следовательно, провоцировать конфликты военные, которые могут разразиться катастрофой для народов. Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья, идут последние минуты 1970 года. Советский народ провожает его с сознанием исполненного долга, с хорошим настроением. Это был незабываемый год Великого Ленинского юбилея, завершающий год восьмой пятилетки, год самоотверженного труда и созидания новых побед и свершений. Уважаемые товарищи депутаты, позвольте мне от всего сердца выразить вам горячую благодарность и признательность за то высокое доверие, которое вы оказали мне, избрав меня председателем Президиума Верховного Совета Союза СССР. Ваше доверие я воспринимаю как доверие к нашей ленинской коммунистической партии, членом которой я состою более 40 лет и идеалом которой считаю себя приверженным. Дорогие чехословацкие друзья, прежде всего, разрешите мне искренне, от всей души поблагодарить вас за столь высокую оценку моего скромного вклада в общее дело нашей пребывы. Я отношу это награждение, эту честь, которая мне оказана, прежде всего, к нашей партии, членом которой я являюсь многие годы. Мы руководствуемся повседневной своей практической работе, что завещал нам Ленин. На все трудности визита, три страны позади были, товарищу Шеварнадзе и Разумовску выехать туда, прямо в субботу. В субботу уже стоял самолет, лететь туда, позвонили из Тбилиси и сказали товарищу Шеварнадзе, он сам и переговаривал, потом меня информировал, что необходимости такой нет в его приезде, вроде бы дело нормализуется. А в воскресенье я узнал вот, что произошло. Уважаемый господин спикер Парады представителей, уважаемый президент Сената, уважаемые члены Конгресса, дамы и господа, я имею высокую честь выступить здесь, в Конгрессе, великой и свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России, всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Дорогие друзья, сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. Он просил меня обратиться к стране. Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Целый ряд отраслей дает уверенный рост. У нас есть масса позитивных показателей. Ну так, давайте на землю опустимся, все. А мы в каких условиях живем? Финансы закрыты. Блокада. Нефть упала в два раза. Вы это все забыли? Ничего не изменилось. Давайте так. Дайте универсальный рецепт, если порулить готовы. Что делать дальше? Самое плохое, что можно было сделать, чтобы заставить месту не приехать, это начать нарушать здесь закон. Я думаю, что это было сделано в сгува и с теми, кто не хотел, чтобы я сюда приехал. А может быть, и за деньги тех людей, которые не хотели, чтобы я сюда приезжал. Потому что мы не можем поощрить нарушение закона, от кого бы они ни сходили и чем бы не мотивировались. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok